всем привет меня зовут виталик я являюсь одним из основателей адапте и сегодня со мной никита деврел и мой коллега по адапте никита вы точно знаете как одного из основателей около heads и сегодня он расскажет супер интересную тему конечно же про мобильные подписки которыми мы занимаемся и я думаю это будет очень интересно в процессе доклада вы можете писать в чат и задавать все любые вопросы я на них отвечу и часть этих вопросов мы зададим потом никите после доклада обязательно оставайтесь на дискуссию которую мы проведем и обсудим популярные тренды в подписках бенчмарки и кучу других интересных вещей а еще не забудьте поставить нам оценку потому что это поможет сделать доклады лучше и вообще у всех повысится настроение от этого никит ты как готов да конечно спасибо что представил очень рад участвовать здесь сегодня спасибо ребятам из мобиуса что позвали я соответственно позвал виталика как эксперта по подпискам не знаю кого еще лучше позвать кроме виталика мы точно вам все расскажем про подписки вот тема конечно такая более ближе к бизнесу чем к разработке ну я про это расскажу тоже то есть так как то вышло что мы немножко в такую сторону туда сдвинулись но все равно я считаю что это будет полезно всем разработчикам послушать вот давай поехали да что ж давайте тогда я начну спасибо виталик еще раз спасибо мобиус я готов итак подписки в ios почему вообще я выбрал такую тему у меня есть ощущение что многие разработчики немного забивают на подписки немного относятся к ним так ну вообще к монетизации приложения как чему-то вторичному хотя по большому счету это то что позволяет вашему приложению зарабатывать деньги да и оставаться на плаву получать деньги с пользователей и так далее вот в подписках много различных нюансов много малоизвестных фактов и также разработчики целом и люди которые не погружены глубоко в подписки не знаю о многих инструментах которые нам предоставляет apple то есть здесь будет фокус в этом докладе именно про подписки apple и на пы которые встраиваются приложения но также почти у всего что здесь есть есть свои аналоги в google play вам нужно только погуглить соответственно и найти аналоги в общем такая тема сложная намного глубже чем кажется на первый взгляд соответственно подписками давайте немножко себя тоже расскажу подписками занимаюсь последние года четыре или пять я работал над подписочными приложениями также вот помогаю адапте соответственно был опыт и просмотром метрик до одного приложения работы над метриками одного приложения и ростом этого приложения так и опыт с адапте когда как бы мы видим данные тысяч приложений видим закономерности различные и так далее то есть как бы те бенчмарки и цифры которые будут докладе это частично на моем опыте основано частично на репортах прочих которые выходили в адапте которые мы собственно с виталиком который здесь только что был вместе считали и выкладывали также возможно вы про меня знаете из какой хэдс это сообщество и с разработчиков которые этим летом исполнилось 10 лет очень давно существует делаем этапы онлайн этапы в том числе так что если вы не слышали залетайте там должна быть внизу ссылочка если слышали рад вас всех здесь видеть вот спасибо что присоединились давайте же начну план сегодня у нас такой сначала я коротко поговорю почему вообще подписки сейчас доминируют на рынке дальше дам вам немного ориентиров по метрикам чтобы вы понимали на какие метрики смотреть во первых во вторых чтобы вы понимали какие не должны быть хоть примерно дальше поговорим про инструмент это самая большая как бы да основное мясо этого доклада это различные тулы которые дает нам apple именно нативные да которые есть в api store кита в том числе в том числе там будут новинки из последнего так что если вы пропустили или не смотрели сессии связанные с монетизации у вас сейчас прекрасный шанс это наверстать и в конце я дам какие-то советы своего личного опыта частые вопросы которые мне задают пишут многие разработчики и владельцы приложений в общем такие эффект если можно сказать да такой экшен план по монетизации приложений коротенький вот давайте начну говорить про то почему мы выбрали такую тему раньше если вы состали в апсторе единственная возможность монетизации приложений была это upfront платеж перед скачиванием то есть ты платил за скачивание приложений были бесплатные платные приложения все соответственно раньше многие делали бесплатную версию приложения пробную и платную как уже премиум покупку но у такого подхода есть свои проблемы во первых оплата сразу ведет к низкой конверсии потому что попробовать приложения сложно да нетривиально нету фремиума нету какого-то триала да и пробного периода соответственно чем дальше тем выше новизна пропадает у апстора понимаете да то есть уже нет такого что люди заходят и скачивают покупают кучу приложений просто из-за того что это что-то новое да и надо чем-то чем-то забить память своего новенького айфона эта новизна пропадает соответственно сложнее привлекать пользователя органика у апстора ее практически нет и соответственно стоимость привлечения таких приложений очень высокая если вам нужно привлекать людей пользователей на эти приложения через рекламный трафик если у вас вот такой upfront платеж скорее всего у вас ну просто не сойдется экономика ну и самая главная проблема такая немножко глубже это то что одна и та же цена как для новых так и для power юзеров да кора аудитории которые пользуются этим приложением годами это большая проблема потому что вы по хорошему должны не только на новых пользователей зарабатывать да а продолжать получать деньги с тех кто пользуется вашим приложением очень долгое время потому что вы выпускаете обновления вы продолжаете улучшать приложение переписывать его на первый свифт на второй свифт на третий свифт в общем вы понимаете куча работы и по-хорошему пользователи которые давно уже им пользуются могут заплатить за эти обновления соответственно apple выпустила подписки и во многом то есть это решает все перечисленные проблемы вообще изначально тоже короткий интердакшн в историю подписки были не авторенюабл то есть они не продлевались сами с периода на период вам нужно было как бы заново покупать доступ но очень быстро apple сделал авторенюабл подписки которые по факту и есть сейчас то чем мы называем подписками то есть авторенюабл и на перчис это и есть подписки по большому счету то есть недавно apple даже их вынесла в отдельный раздел лапстор коннекте то есть это говорит о том что это сейчас доминирующий способ монетизации приложений в чем преимущество во-первых конечно то что вы можете скачать приложение попробовать бесплатно почти все подписки так или иначе идут с каким-то пробным периодом перед непосредственно платным периодом мы про это поговорим позже называется trial но там есть другие кроме триала в общем я про это расскажу также большой бонус в том что активные пользователи платят в итоге больше то есть в итоге выручка с одного корр юзера до превышает стоимость этого приложения а и стоимость привлечения то есть в итоге начинает сходиться экономика вот дальше немаловажный бонус это в приложениях с подписками как и в любом бизнесе с рекуррентными платежами да выручка становится предсказуемой можно планировать расходы на будущее мы понимаем сколько у нас подписчиков сейчас мы знаем какие у нас цены мы знаем сколько мы примерно заработаем следующем месяце потому что мы знаем средний отток до подписчиков соответственно мы можем запланировать то есть это такой условный кредит во первых можно кредитоваться таким образом а во вторых можно быть немножко смелее в плане привлечения пользователей тратить чуть больше денег потому что мы знаем что в итоге получим эти деньги в следующие периоды в общем это прекрасно для разработчиков во многих смыслах но и пользователи платят за обновление что более честная на мой взгляд монетизация потому что вы как разработчика постоянно допиливать ваше приложение об этом я по себе знаю сколько это занимает времени в общем как вы заметили это работает подписки с приложение с подписками сейчас доминирует на рынке 90 с лишним процентов всей выручки в приложениях идет именно с подписок то есть разовые покупки уже практически умерли в то время как игры если вы посмотрите на график это недавний отчет sensor tower игры стагнируют и даже падают после завершения так сказать пандемии в то время как не игровые приложения с подписками продолжают расти и вот этим летом впервые в истории можно похлопать нам разработчикам приложений мы обогнали разработчиков игр наконец по выручке так что теперь приложение это доминирующий источник выручки из appstore а то есть подписки в общем я думаю вы поняли примерно почему это важно давайте коротко про то как это работает в общем как я уже сказал у подписки есть какой-то период да и она продлевается между этими периодами то есть пользователь продолжает платить каждый месяц или каждые два месяца каждые три месяца каждые полгода или каждый год еще есть недельные подписки в общем то кажется я все перечислил соответственно у вас есть цена за этот период также есть еще различные стейты у этой подписки которых много в том числе билинг киши когда у пользователя не происходит списание но про это тоже позже поговорю в общем что вы должны здесь понимать это то что вам не надо объяснять пользователю как продлевать подписку или еще что то у него это спишется автоматически если у него есть средства да если у него привязана работающая карта к его apple айди вот дальше ну вот эта первая часть была до сложности связаны с подписками потому что много нюансов вторая часть сложности связаны с монтизацией вообще и с подписками в частности это гайдлайн apple которые очень жесткие возможно вы читали новости слышали как сейчас активно идут различные суды акты как евросоюз принимает различные законопроекты в итоге все сводится к тому что сейчас что вам важно знать это apple зарабатывает от 15 до 30 процентов комиссии на каждый платеж совершенный через их систему платежей через и на подписки но при всем при этом это было бы достаточно честно да потому что они решают много проблем за разработчиков вам не нужно интегрировать свой своего провайдера вам не нужно обрабатывать карты вам не нужно ничего это делать apple эту сложность скрывает но проблема в том что вы не можете использовать другой способ монетизации вашего приложения то есть если вы продаете контент вашем приложении или любые цифровые услуги ну там не заказ такси да или там не заказ товаров домой а именно цифровые услуги это большинство приложений то вы обязаны использовать систему нет платежей это то же самое у google в общем как вы понимаете это такая сложная ситуация в которую которую попадают все разработчики то что у нас просто нет выбора мы обязаны использовать эту систему платежей и собственно из этого сейчас все судится и apple очень серьезно подходят к ревью приложений с подписками это прям целая отдельная большая тема как они это ревью коротко про термина которая сегодня буду много говорить это paywall paywall это экран где непосредственно пользователь подписывается на нем есть кнопка покупки подписки есть цена есть период какие-то картинки тексты в общем я думаю вы представляете о чем речь видели его много раз вот он называется paywall если вдруг вы не знали чтобы у нас были общие термины сегодня итак давайте перейдем к метрикам надеюсь я установил для вас так достаточного контекста про подписки теперь поговорим непосредственно о том как это все трекать да как разработчику как мне как владельцу приложения разработчику и так далее понимать хорошо мне работает монетизация или нет во первых я бы рекомендовал вам построить вот такую воронку то есть вам нужно отслеживать вот эти ивенты в такой последовательности вам нужно знать сколько пользователя установила ваше приложение то есть сколько первых сессии по большому счету вашем приложении было дальше сколько какой процент от этих пользователей увидел paywall то есть дошел до вашего paywall как правило перед paywall идет какой-то анбординг то есть последовательность экранов или действий до требующихся от пользователя чтобы засетапить ему как-то приложение и как правило после этого показывается paywall вот надо знать сколько процентов доходит до него что это очень важно дальше сколько процентов с тех кто увидел paywall в итоге берут trial trial это вот этот интро оффер то есть там бесплатные семь дней например как правило это всегда идет перед подпиской но если есть у вас нет реала то этот как бы шаг пропускается да и мы сразу переходим к пейт соответственно в пейт вам надо знать сколько процентов из тех кто взял триал в итоге сконвертировались платящего пользователя это наверное одно из самых важных здесь конверсии потому что она целиком и полностью зависит от вашего продукта и от качества вашего приложения в общем бенчмарки которые я могу дать из своего опыта плюс немного на опыте адапте да первое это конверсия в paywall у вас должна быть вам стоит стремиться цифрам в районе 90 процентов потому что если больший процент ваших пользователей больше чем 10 процентов ваших пользователей не видит paywall вообще ни разу за с момента установки приложения то у вас что-то идет не так то есть вы либо его прячете либо вы как-то недостаточно агрессивно его показываете вы недостаточно доносите ту идею что приложение вообще-то платная в общем что-то идет не так соответственно если вы даже не предлагаете купить конечно никто не купит то есть это очень важная конверсия стремитесь к тому чтобы почти все пользователи которые установили ваше приложение так или иначе увидели экран подписки дальше конверсия в trial 10-15 процентов это это прям хорошая конверсия к ней стоит стремиться я видел и больше но я видел много приложений где конверсия сильно ниже к сожалению здесь по большей части зависит от того смогли ли вы донести ценность вашей подписке то есть могли ли вы объяснить что дает ваша подписка какие профичи у вас есть какую проблему решит пользователь то есть постарайтесь здесь поставить себя на место пользователя понять какую проблему он хочет решить и донести эту ценность на по его то есть вот над этой метрикой над этой конверсии в основном работают все люди которые занимаются тестами паеволов пробуют разные цены пробуют разные тексты картинки и так далее вот эта метрика должна расти следующая это конверсия в платного подписчика из триала скажем так если меньше 20 процентов то все плохо то есть пользователи не видят ценность от вашего приложения соответственно вам нужно сильно поработать над качеством вашего продукта и вообще возможно тот сегмент пользователей которые вы привлекаете сейчас та аудитория она просто не видит ценности вашего приложения то есть возможно вы привлекаете не тех пользователей в общем стоит рассчитывать на такие цифры конечно больше лучше но это уже что-то из разряда фантастики не знаю кого-нибудь нетфликса так что да в общем надеюсь сложил у вас впечатление по метрикам чтобы вы могли ориентироваться адапте конечно все это считает за вас вот так выглядит фанал вы можете простроить его в любом сервисе аналитики в амплитуде микс панели просто ну это требует чуть больше работы но в любом случае призываю вас построить вот такую воронку где бы то ни было чтобы отслеживать эти цифры иначе вы вслепую да совершенно развиваете ваше приложение дальше я бы поговорил про удержание коротко потому что хорошо вы сконвертировали пользователя в подписчика но вам нужно его удержать между этими периодами подписки то есть пользователь по хорошему должен пользоваться вашим приложением то есть хорошо если у вас есть подписчик плохо если у вас нет юзера соответственно вам стоит отслеживать удержание ваших пользователей между периодами вашей подписки вот прям здесь как видите по Это называется когортный анализ. То есть вы берете когорту, например, пользователей, которые пришли в ваше приложение, скажем, в ноябре и смотрите, как они с тех пор, с ноября, за каждый месяц продолжают продлеваться, пока не отвалятся все. То есть, конечно, в идеале какой-то процент остается постоянными пользователями, то есть прямо на долгий срок, но, как правило, все равно большая часть отваливается через какое-то количество периодов, и вам надо знать, через какое, и какие у вас конверсии между этими периодами. Это нужно как раз-таки, я говорил раньше, чтобы считать и понимать, какой у вас отток, чтобы можно было предсказывать вашу выручку и так далее. Ну и понимать, какие подписки для вас работают лучше. Ну и от этого остается один шаг для подсчета LTV, это lifetime value. Сколько приносит один платящий пользователь вам за все время, за среднее время его жизни в вашем приложении. Там много разных названий различных метрик, ARPAS и прочее, Average Revenue Proactive Subscriber. Не так важно, важно, чтобы вы понимали, то есть, если у вас подписчик стоит вам, не знаю, 20 долларов, а приносит 30 за все его время жизни, значит, вы все делаете хорошо. Если нет, то что-то не так, и вам надо понимать, через сколько он вам принесет эти доллары. В общем, вот такой краш-курс в метрике закончен. Давайте теперь поговорим про то, какие инструменты дает нам непосредственно Apple для того, чтобы все этого достигать и что есть интересного в подписках, о чем вы, возможно, не знали. Во-первых, интер-офера. Как я уже упоминал, есть всем известный free trial, который обычно 3 или 7 дней, можно больше, то есть, есть триалы гораздо более длительные, но на самом деле есть еще два других типа интер-офера. Это Pay Upfront и Pay As You Go, которые нам предоставляет Apple. Соответственно, это платные периоды, которые стоят как бы перед вашей подпиской и позволяют с какой-то скидкой приличной пользователю попробовать ваше приложение, но все равно заплатить какую-то денежку. То есть, это офер из разряда первый месяц за 2 доллара или что-нибудь такое. Вот. Pay As You Go – это практически то же самое, только пользователи платят за несколько таких интро-периодов. То есть, там первые три месяца по одному доллару. Вот такой вот интро-офер, например. Соответственно, что здесь важно знать, нюанс. Ну, во-первых, про триалы, да, что большинство платных подписок начинаются с интро-офера вообще любого. Эта цифра не моя, это цифра из презентации Apple. То есть, они сами об этом заявляют и всячески мотивируют использовать интро-оферы. Думаю, не просто так. Это тоже выгодно, чтобы люди активнее подписывались. И вот про другие интро-оферы я скажу подробнее, что ваш вот этот Pay Up Front период должен быть дешевле, чем стоимость вашего периода, разделенная на количество вот этих интро-периодов в теле вашей основной подписки. То есть, если вы продаете подписку на 6 месяцев за 12 долларов, например, то есть у вас один месяц из этой 6-месячной подписки, если разделить, стоит 2 доллара. У вас не может быть интро-офер первый месяц дороже, чем эти 2 доллара. Как здесь на картинке, видите, он должен быть 1 доллар. То есть, это в любом случае должно быть выгоднее для пользователя. То есть, вы не можете сделать интро-офер дороже. Ну, это так, небольшой нюанс, про который, я думаю, многие не знают. Про триалы еще немного поговорим о том, что в большинстве регионов, как вы видите, если исключить Китай, в большинстве регионов все используют фри-триал. Если добавить Китай, то платные оферы, то есть Tap Front и PayZ.gov, они добивают до четверти от всех интро-оферов. Интересная, на мой взгляд, статистика. Почему-то в Китае любят платные оферы, но вообще в целом на рынке доминирует триал. Ну, я думаю, вы и сами встречали это очень часто. Другие, вот сейчас будет много слов офер в любом контексте. Промо-оферы – это чуть более сложная штука. Она тоже встраивается к уже существующей подписке, но она позволяет вам выдать какой-то тоже такой же триал или более дешевый период для тех, кто уже был ранее подписан на ваше приложение. То есть даже для тех, кто подписан сейчас на самом деле, но это редко используется. То есть идея этого промо-офера в том, чтобы постараться вернуть пользователей, которые были когда-то подписаны, но больше не подписаны. То есть вы можете повторно дать им триал, например. Мол, друг, вернись, мы обновили приложение, вот тебе снова триал на неделю и так далее. Вот для этого есть промо-оферы. Они чуть более сложные для реализации, чем интро-оферы. То есть вам нужно на клиенте проверить, что пользователь имеет к нему доступ, чтобы его выдать. Но, опять же, в сервисах из ДК-платежей типа Адаптия это все уже решено за вас. Можете попробовать. Офер-коды. Обещаю, последняя штука со словом оффер на сегодня. Это тоже инструмент от Apple, который позволяет вам выписать до 150 тысяч промо-кодов за шесть месяцев. В общем, это промо-коды. Вы не можете, кстати, вот вам нюанс про гайдлайны. Вы не можете сами реализовывать системы промо-кодов в вашем приложении, если вы продаете контент, если у вас подписки. Потому что Apple предполагает, что вы где-то будете снаружи продавать, видимо, промо-коды. В общем, это запрещено. Вы обязаны использовать их систему, если хотите это реализовать. Из минусов она не работает на Андроиде, очевидно. Но в остальном она очень удобная, потому что позволяет вам сгенерить большое количество этих кодов, выдать любой абсолютно оффер для любых категорий пользователей. То есть вы сами можете настроить. Для новых это пользователи или для старых и так далее. То есть это более гибкая штука, чем предыдущие две. Также она позволяет вам сгенерировать оффер-код URL, который вы можете прям прислать пользователю и даже сделать из этого как такую мини-реферальную систему. Но про это чуть дальше. Из последнего Apple позволила генерировать фиксированные коды. То есть можно сделать промо-код Mobius, например, в вашем приложении, прям текстом, и пользователи смогут его активировать. Реализовывается очень просто. То есть это нативный экран от Apple. Он вставляется одной строкой. Вот тут на примере конкретно реализация на SwiftUI. Она появилась в последнем обновлении SwiftUI. На этом до WCA не представили. В общем, даже если вы не реализовали нативный экран и вызов этого экрана в вашем приложении, то пользователь все равно сможет его активировать в App Store. Но лучше реализовать, если вы знаете, что это использовать. Семейный доступ. Секундочку. Семейный доступ – это возможность шарить доступ к вашей подписке между пользователями, которые находятся в одной iCloud-семье. Вы вольны сами решать, какие подписки могут быть вот таким вот образом шарибельными. То есть вы включаете эту галочку для подписки App Store Connect, и пользователи могут ее шарить в iCloud. Вам не нужно самим ничего до этого дополнительно реализовывать, и вы можете таким образом попробовать продать подписку чуть дороже. Например, доступ. Вот там у Duolingo есть доступ на всю семью, который чуть дороже. Ну, то есть это всем выгодно, да. То есть вы, как разработчик, чуть больше сможете заработать, и пользователи смогут позвать всю свою семью заниматься чем-то в вашем приложении. Пандл подписок тоже расскажу. Это было для меня удивительно, что информация об этом есть в документации Apple. Однако же у Apple нет никакого инструмента для того, чтобы это встроить в ваше приложение нативно. То есть вам нужно все равно использовать какой-то свой сервис, свой сервер, да, в общем смысле. Вам нужно шарить доступ в ваше приложение. То есть, например, пользователь вошел через e-mail в ваше первое приложение, подписался. Если он войдет через этот же e-mail в ваше второе приложение, то у него просто откроется доступ. Вам надо это реализовать самим. Но Apple все равно призывает это делать, потому что таким образом вы можете шарить подписку на большое количество приложений, продвигать ваше приложение среди других. То есть, например, у вас 10 фоторедакторов с разными фильтрами, вы можете шарить одну подписку на них всех. И вот тут пример, как это делает Microsoft. То есть они бандлят еще эти приложения в один набор в App Store. Вот, соответственно, одна общая подписка работает на все приложения. Рефералки. Я уже упоминал, что оффер-коды можно сделать по ссылкам. Соответственно, тоже можно реализовать таким образом реферальную систему. То есть давать бонус тем, кому пригласил ваш пользователь. То есть вы не можете, к сожалению, дать никакой бонус тому, кто пригласил за приглашение, потому что он уже на подписке, она уже работает. И вы, конечно, можете заморочиться с промо-офером каким-то, но это сложно. В общем, можно попробовать через оффер-коды. Это, опять же, из презентации Apple. Они призывают это делать. Можете тоже сделать. Из последнего недавно появились экраны менеджера управления подпиской, которые выглядят вот так. Они нативные. То есть если вы знаете сейчас и раньше, управление подпиской должно происходить в App Store. И вы, если хотите сделать кнопку «Manage Subscription» в ваших настройках, вы все равно должны были ввести в App Store пользователя. И некоторые разработчики это делали. Сейчас же есть возможность встроить прямо нативные экраны точно так же одной строчкой, очень просто. И, соответственно, еще проще теперь дотянуться до рефанда и запросить этот рефанд. По понятным причинам. Я до сих пор не видел ни одного разработчика, кто это встроил в свое приложение, потому что очень легко дотянуться до рефанда. Но если вдруг вы уверены и хотите дать пользователям гибкость и прозрачность по управлению подпиской, вы можете это теперь сделать. Это не обязательно, если что, по гайдлайнам. Но, возможно, станет какое-то время. Но, как я уже сказал, это делается одной строчкой, и все. В общем, один метод. Grace Period. Сложная штука чуть-чуть. Она появилась года два назад, если я правильно помню. Это возможность продолжать давать доступ в вашу подписку пользователям, если у него случилась ошибка оплаты. Соответственно, для большинства подписок это будет 16 дней. Если пользователь был подписан месяц на вас, например, и у него произошла ошибка списания, нет денег, то он не теряет доступ в подписку. То есть он продолжает пользоваться вашим приложением еще 16 дней. Вы можете ему сказать об этом, что, друг, проверь, пожалуйста, свою карту. Возможно, что-то идет не так. И в целом он находится в Billingley Tri-State. До 60 дней Apple его туда кладет и сама пытается досписать у него средства. То есть Apple очень по-умному как-то это делает, чтобы как можно больше пользователей вернуть из вот такого состояния Billingley. В общем, вы можете включить App Store Connected Grace Period и посмотреть. Возможно, для вас он будет работать лучше. Возможно, пользователи не будут терять доступ и их опыт пользовательский будет лучше. Про Xcode-тестинг. Сейчас немножко разработческих добавим деталей. Это штука, которая появилась, если я правильно помню, в 12 или в 13 Xcode. Идея здесь в том, что раньше, да и сейчас, чтобы протестировать подписки в таком почти боевом состоянии, и любые покупки на самом деле, вам нужно делать это через sandbox. То есть это как бы копия прода от Apple в каком-то смысле, где вы можете подписываться виртуально на приложение. У них короткий период, то есть там месяц проходит за 2 минуты или типа того. И вы можете проверить, что ваше приложение корректно отрабатывает при продлениях, при отменах подписки и так далее. Но sandbox покрывает далеко не все кейсы. Как видите, их очень много. И на самом деле это супер неудобно тестировать. Вам нужно создавать этих юзеров. В общем, вы не можете написать тесты на это. Это, к счастью, Apple делал нам инструмент под названием Xcode Testing, который позволяет тестировать и на перчисы прямо в Xcode. То есть вы создаете store kit файл специальный, где вы описываете все ваши подписки. И, соответственно, вы можете даже написать тесты и протестировать это кодом. То есть это такая симуляция подписок, если можно сказать. Причем там даже есть интерфейс, где вы можете этими подписками управлять, рефандить их, шарить на семью виртуальную. В общем, суперкрутой инструмент. Если вы его еще не используете, всячески рекомендую. И с последнего, вот это появилось буквально в этом .wc, теперь вы можете синхронизировать ваши подписки в App Store Connect с вот этим файлом, который у вас есть в Xcode. То есть вы включаете вот эту галочку, Sync this file with an app in App Store Connect, и все. И у вас этот файл всегда актуальный в плане ваших подписок. То есть на всякий случай, если вы не знали, подписки нужно заводить в App Store Connect, и они должны пройти ревью перед тем, как их можно использовать в приложении. И теперь вы можете их еще и тестить в Xcode сразу. Суперудобно, всем рекомендую. Xcode 14, лучшая фича. Storkit Messages тоже новая фича. Даже не знаю, можно ли назвать ее фичой, но, в общем, такой нюанс теперь у Storkit. Они теперь могут показывать вот такой дативный экран, который вылетает при запуске вашего приложения и предупреждает о чем-то, связанном с подписками вашего пользователя. Сейчас есть только один Storkit Message, о котором нам известно, по крайней мере, это увеличение стоимости подписки. Если вы не знали, если вы хотите увеличить стоимость уже существующей подписки, на которую подписаны ваши пользователи, то они должны явно дать на это согласие. Кроме нескольких буквально стран, где это не требуется. Соответственно, раньше просто приходило письмо в почту, которая привязана к Apple.id, в iCloud, в которую никто никогда не заходит, как правило. В общем, вы, если повысили стоимость подписки, скорее всего, теряли всех подписчиков. Сейчас же есть вот такой нативный экранчик, где пользователь может согласиться на новую цену. И для пользователей прозрачнее, что происходит. И вы, скорее всего, какую-то часть пользователей сможете таким образом сконвертировать. Но это только начало. Там есть листинер, который вы можете реализовать в своем приложении и сделать так, чтобы этот экран показывался только в нужный момент. То есть, например, если у вас какой-то критичный флоу в вашем приложении, который вы не хотите прерывать, вы можете отложить показ этого экрана до завершения этого флоу. Еще один API, про который, кажется, вообще никто не знает, это продление, это откладывание даты продления подписки с помощью API. Соответственно, вы можете передать transaction ID Apple и попросить отложить следующую дату списания, которая будет у пользователя на несколько дней, например, вперед. Зачем это нужно? Например, у вас приложение лежало два дня, и пользователи не имели к нему доступа. И вы хотите как-то компенсировать тем подписчикам, что у вас остались. Вы хотите как-то компенсировать то, что у вас приложение было доступно, и вы продлеваете им дату списания еще на два дня вперед. Вы можете это делать через API. Прикольная штука. Не знаю, использует ли кто-то ее, но вы можете. Коротко про ситуацию сейчас в России, как это все работает с подписками в России. Ребята из Mobius просили добавить, чтобы вы тоже знали контекст. В общем, как вы знаете, карты не работают. Соответственно, единственный способ оплатить сейчас – это со счета Apple ID, который можно пополнить только через вот этих двух мобильных операторов. просто с баланса. В общем, в целом, вывод из этого можно сделать только такой, что все плохо по метрикам в России. Так что, если вдруг вы планируете запускать приложение, то подумайте, на какой рынок вы это будете делать. Я ни к чему не призываю, но просто говорю, что метрики в России сейчас намного хуже. Просто потому, что пользователи не могут оплатить. Вот и все. Так, мы закончили с инструментами. Большие кусочки презентации уже прошли. Надеюсь, вы не супер устали. Теперь я отдаю вам немного полезных советов, которые, надеюсь, вы сможете применить у себя в приложении. Во-первых, юридический текст на PayWall не нужен. То есть, если у вас до сих пор почему-то на PayWall есть вот этот абзац про то, что Apple спишет деньги в последний день месяца с вашего счета Apple ID, бла-бла-бла, можете смело его убирать. Он не нужен уже несколько лет. И абсолютный аналог этого текста появляется на том шите оплаты, который вылежает, когда пользователь нажимает на кнопку подписаться. Так что вам его писать больше не нужно. Все, что должно быть на PayWall, это кнопка подписки, где явно написана цена, период, который дает идею пользователю, что если он на нее нажмет, то подписка сейчас произойдет. Кнопка рестора перчизы. И, в общем-то, и все. То есть, по-хорошему еще можно положить ссылки на Privacy Terms. Ну и, конечно, вам нужно эту подписку продать. То есть, картинки, тексты, видео, там, как вы вольны экспериментировать, как хотите. Но вот именно в плане требований, вот то, что я перечислил. Дальше призываю всех делать АБ-тесты. Конечно, я призываю это, потому что мы позволяем это делать. Но пойнт в том, что мы видим по нашим данным, что те разработчики, которые запускают АБ-тесты и действительно что-то проверяют на своих PayWall, пробуют разные цены, картинки и так далее, они растят свою выручку. Причем процентов на 30 за месяц-два. То есть, это действительно работает. И не надо думать, что вы на старте знаете 100% какая у вас должна быть цена и какие у вас должны быть периоды. Скорее всего, вы ошибаетесь. Очень многие разработчики недооценивают стоимость своего приложения и делают его дешевле, чем можно. Так что про все это можно проэкспериментировать с помощью АБ-тестов. Так что всячески рекомендую вам заниматься этим. Дальше рекомендую вам подумать об анбординге. То есть, это вот этот флоу в вашем приложении, который происходит до PayWall, как правило. То есть, это вопросы, которые вы спрашиваете у вашего пользователя, где он заполняет данные себе какие-то и так далее. Подумайте об этом, потому что качественно сделанный анбординг, во-первых, и про приложение хорошо расскажет, и про его преимущества. Ответит на вопросы, какую проблему это приложение решает. Поможет пользователю понять, что он не один с этой проблемой сталкивается. Покажет ему персонализацию этого приложения под пользователя. В общем, качественный анбординг – это суперважно. Многие на него как-то немножко смотрят так, что он не суперважен, хотя по факту это такой низковисящий фрукт, который можно оптимизировать. И качественный анбординг в итоге увеличивает конверсию на PayWall. Рекомендую попробовать сделать видео на PayWall. Как я уже упоминал, вы можете туда ставить, что хотите, но многие ставят просто картинки или тексты, которые довольно скучные и не могут в полной мере раскрыть преимущества вашего приложения. Особенно если у вас приложение связано с фото, видео, например, редакторами и так далее. Попробуйте видео. По моему опыту это работает очень хорошо и увеличивает конверсию. В общем, используйте мощь девайсов ваших пользователей на полную. Делайте движущиеся картинки. Еще такой небольшой совет для вас уже не как для разработчиков, как для пользователей. Если разработчик приложения делает АБТесты, ему нужно все эти подписки открыть в продажу, как вы знаете. То есть нужно их завести в Store Connect, открыть в продажу и, соответственно, запустить сплит, запустить АБТест на две подписки с разными ценами, например. Но сайд-эффект этого в том, что все эти цены, они остаются в продаже, и их может купить пользователь. То есть они не видны ему на поеволе, но они фактически ему доступны. Соответственно, если вы хотите купить какое-то приложение, где есть много цен, и вы это видите в App Store, вы можете зайти в настройки вашей подписки, то есть взять любую, зайти в настройки вашей подписки в App Store и выбрать цену, которая вам нравится больше. То есть так вы можете сэкономить много денег. То есть, sorry, разработчики приложений. Часть пользователей про это знает, так что не удивляйтесь, если вы, например, открыли подписку в продажу и увидели утром, что на нее подписано 10 человек, хотя вы нигде абсолютно ее не выкладывали. Пользователи про это знают, и теперь вы тоже знаете, если друг не знает. Возможно, это поможет вам где-то сэкономить. Про, опять же, важность разных периодов подписок и цен. Мы делали отчет, уже упомянутый, где считали все эти цифры в разных странах, и в целом есть закономерность, что более короткие подписки часто приносят больше денег, и в частности недельная подписка приносит почти в два раза больше денег, чем месячная. Это интересный инсайт, над которым я рекомендую вам подумать. То есть если цикл использования вашего приложения короткий, не знаю, VPN или там какая-нибудь утилита, возможно, недельные подписки – это прям ваше, и вы сможете заработать сильно больше, если сделаете именно недельную. Эти и другие метрики вы можете посмотреть в отчете. Опять же, рекомендую всем отчет. Долго над ним работали, и эти цифры вы просто не найдете нигде больше, потому что это наши цифры, мы над ними работали, и аналогичных отчетов практически нет на рынке. В общем, всячески рекомендую. Это должно быть интересно и должно быть ориентиром. Как реализовать подписки? Тут я постарался ответить такое Q&A, если можно сказать, встроенный в презентацию. Частые вопросы, как я уже говорил, которые мне пишут. Как это сделать? Понятно, что я буду вам рекомендовать использовать адапты, но вот честно, ребят, используйте любой сервис, только не пишите это сами. Не тратьте два месяца разработки на реализацию подписок, потому что вам нужно их валидировать на сервере, собирать аналитику, прокидывать эту аналитику в какие-нибудь продуктовые аналитические сервисы, типа амплитуды, вам нужно отслеживать рефанды. В общем, делать все эти вещи, особенно для кастомер-саппорта, проверить, что у пользователя за подписка, без готового сервиса будет боль. Поверьте мне, не тратьте время, используйте сервисы. К тому же у большинства есть довольно щедрые бесплатные периоды, которые покроют вообще ваши все потребности в подписках надолго, пока вы не начнете зарабатывать серьезные деньги. Какую цену поставить на подписки на старте? Ну, во-первых, стоит посмотреть на конкурентов. То есть вы, скорее всего, если это новое приложение, не сможете сделать супер отличающуюся цену. То есть вам все равно нужно будет, если все VPN стоят 5 долларов в неделю, то и у вас, скорее всего, будет стоить 5 долларов в неделю. Но после того, как вы посмотрели на конкурентов, запускайте АБ-тесты, считайте метрики и так далее. Какую ставить длительность триала? Три или семь дней. Большинство подписок, если видите, 98%, они идут с трех или семидневным триалом. Конечно, если вы супер уверены в вашем продукте, если у вас цикл получения value пользователям от вашего продукта очень длинный, вы можете дать ему более длительные триалы. То есть, например, в приложении Flow, возможно, о котором вы знаете, они даже выдают трехмесячные триалы и не стесняются, и это работает хорошо. В общем, попробуйте, но, как правило, все используют 3 или 7 дней. Получаю плохие отзывы. Да, это частая проблема. Если у вас есть подписки, скорее всего, пользователи будут вам писать плохой отзыв. Те пользователи, которые не поняли, что они подписались или как-то упустили этот момент, возможно, у них неожиданно списались деньги, конечно, их первое желание пойти и оставить вам плохой отзыв. Я рекомендую относиться к этому спокойно, запрашивать системное ревью, ну, вот эти вот пять звезд, которые в Альерте, вы знаете, в нужный момент в вашем приложении, то есть получать больше хороших оценок, да, которые перекроют вот эти единичные, на самом деле, ревью. И просить тех юзеров, у которых, на самом деле, есть какая-то проблема с вашим приложением, вы можете попытаться с ними связаться, решить их проблему и попросить поменять рейтинг этого отзыва. И пользователи это делают. В общем, относитесь хорошо к вашим пользователям, делайте саппорт, и все у вас будет хорошо. Что тестировать на паиволе? Во-первых, сейчас в порядке, на мой взгляд, важности. Это цены, различные интрооферы, механики, то есть там какие-нибудь тогулы, переключатели, выделение кнопок и так далее, картинки, видео и тексты. В общем, конечно, больше всего выгоды вам даст тестирование цен. То есть вы можете увеличить на 30% цены на вашем паиволе, и у вас вырастет выручка, вероятно. Вы этого не добьетесь, там, картинками и текстами, скорее всего. Так что в таком порядке. Коротко еще раз про адаптие. Все, что вы здесь услышали, вы можете интегрировать в ваше приложение с помощью SDK. SDK есть на всех платформах, быстро внедряете, и у вас есть подписки. И, соответственно, есть дешборд, где вы можете запускать обо-тесты, смотреть аналитику и развивать ваше приложение. В общем, всем рекомендую. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на CocoaHeads, оставайтесь на связи. Если у вас есть вообще любые вопросы по подпискам, не стесняйтесь мне написать. У меня одинаковый ник везде, и в Телеграме, и где угодно. Я буду рад вам помочь и ответить. В целом оставаться на связи с вами. Спасибо, что послушали. Надеюсь, мой доклад был для вас полезен. Спасибо большое, Никит. Классный доклад. Даже я что-то новое узнал, на самом деле. Очень здорово. Круто. Рад, что смог дать нам инфу. Мы переходим в дискуссию. Присоединяйтесь в другой чат, в другой канал. И не забудьте оценить доклад, если он вам понравился. И даже если он вам не понравился, то уже обязательно оцените его. И сейчас мы, наверное, можем перейти к каким-то дополнительным вопросам. Верно? А, это нам в дискуссию надо перейти. Все. Тогда всем спасибо большое, и мы переходим в дискуссию. Продолжение следует...